жить с человеком у которого не разведены и любовь и забота конечно же очень-очень трудно будьте той мамой которой вы можете быть в любом случае это будет лучше для вашего ребенка зона комфорта это то количество тревоги которое я могу выдержать в данной конкретной ситуации обида защищает отношения и обида защищает объект от моей агрессии то есть я на тебя обидела чтобы тебя не убить всем привет эта лекция откуда берутся взрослые которую психоаналитик алена орехова выпускает вместе с битрикс 24 в пятом выпуске алена продолжит рассказ о периоде от полутора до трех лет когда формируется личность ребенка зачем разделять ощущение любви и заботы откуда у человека появляется ощущение что его нельзя любить и как и для чего формируется механизм обиды а во всем этом пятой лекции откуда берутся взрослые мама ребенка до полутора лет в большей части посвящает свою жизнь ребенку да то есть мама отказывается от своих интересов от своего времени иногда отказывается от профессии да то есть для того чтобы быть рядом с ребенком просто здесь еще очень важный момент о котором надо помнить да что не надо это делать из позиции жертвы это либо она есть ну естественное желание мамы и когда она делает это с удовольствием а не так да потом я на тебя всю жизнь положила лишила себя да то есть профессии образование и вообще во всем виноваты на то есть любые решения принимает только взрослый человек ребенок не несет никакой ответственности не за одно ваше взрослое решение то есть если вы уже решили находиться в декретном отпуске да то есть с ребенком то вы возьмите ответственность за это решение да и находитесь в этом отпуске наслаждаясь этим если не получается наслаждаться не надо никого слушать потому что сейчас огромное количество насаждается информация о том как надо надо кормить ребенка грудью до трех лет надо с ним обязательно сидеть ни в коем случае не отдавать бабушкам ни в коем случае не отдавать няням никого не слушайте потому что вообще-то любая любовь к другому начинается к любви к себе а любовь к себе это четкое понимание в каждый момент времени а чего я хочу и честное признание самому себе в своем желании и вправе на осуществление этого желания любому ребенку гораздо важнее счастливая реализованная пусть работающая мама но которая в радости приходя с работы уделит ему ровно столько времени сколько ей самой это доставит удовольствие поэтому абсолютно не надо загружаться чувством вины или заставлять себя что-то делать да то есть там сидеть играть эту роль идеальной мамы которая все вот эти вот там фазы проходит все правила использует будьте той мамой которой вы можете быть в любом случае это будет лучше для вашего ребенка если вы выбрали путь да и это да то есть нахождение с ребенка то вы до полутора лет во многом себе отказываете посвящаете свою жизнь ребенку и ребенок чувствует что это и есть любовь когда они он бесконечно заботятся когда мама да то есть решает все его вопросы когда мама его кормит когда мама его одевает и он это воспринимает любовью и вот в полтора года ребенок уже очень многое научается делать сам да то есть он уже пытается сам одеваться он может сам кушать уже ложкой и вот на подфазе практики очень важно давать ребенку очень много самостоятельности очень много что осваивать да то есть подбадривая его что да там у тебя получится не боясь что конечно все будет размазана и испачкана ну так ребенок осваивает этот мир и вот когда полтора года ребенок учится что-то делать сам и вы ему предлагаете что-то сделать самому у него создается ощущение что он теряет любовь и любые психологические законы работают так что прежде чем что-то отнять да надо что-то предложить гораздо больше потому что если вы отняв заботу да и приучая ребенка к самостоятельности и прося его что-то делать самого не даете что-то взамен а для ребенка забота воспринимается как единственное проявление любви он будет держаться за эту заботу и не будет осваивать самостоятельно каких-то действий потому что ему страшно остаться без любви и тогда очень важно дать очень много совместного времени и совместной какой-то деятельности и тогда ребенок совершенно спокойно будет что-то делать сам когда вы ему говорите слушай да то есть давай ты сейчас уберешь свои игрушки после того когда то есть мы с тобой там чем-то позанимались я сейчас пойду на кухню у меня там есть свои дела как я помою посуду а потом мы вместе сядем и будем смотреть мультик и конечно же ребенок с радостью пойдет эти игрушки собирать предвкушая что его ждет самое важное до общение и контакта помните мы были что важно всегда оставаться в контакте потому что это и воспринимается как сохранность отношений да а значит любовь и тогда когда вы все время показываете ребенку что даже когда он что-то делает сам вы из его жизни не исчезаете и количество любви не уменьшается у вас наоборот появляется гораздо больше времени за счет того что мама успевает сделать свои какие-то дела совместного времени ребенок останется с этим чувством что любовь осталась потому что если этого не сделать полтора года ну вот с полутора до трех до не развести любовь и заботу то это потребность в любви через заботу остается на всю оставшуюся жизнь и тогда это является единственным способом через которое человек может ощутить что его любят и тогда конечно же мне не сложно самому поставить чайник и и налить себе чай потом в чашку но я обязательно попрошу жену потому что как иначе я почувствую что она меня любит и тогда действительно взрослые люди обладая способностью практически все сделать сами все время просят от кого-то этой заботы потому что только через заботу я чувствую себя любимым а чувство собственной любимости но она самое важное и самое нужное для человека и тогда конечно же происходят тогда просто катастрофические вещи когда ну сейчас огромное количество семей да то есть вышло на тот уровень достатка когда они имеют возможность иметь да то есть и домработницу там и помощница по хозяйству которая готовен да тогда у меня появляется чувство то жена меня не любит если бошли варит какая-то тетя клава в квартире убирается еще какая-то другая женщина рубашки гладит вообще неизвестно кто и вот это вот ощущение что меня не любят и как много историй когда завязываются романтические отношения между главой семьи да и всевозможными помощницами нянями потому что ну кто обо мне заботиться тут меня и любит и как важно да даже во взрослом возрасте объяснить человеку слушай у меня может не быть времени о тебе заботиться но это не значит что я тебя не люблю давай мы придумаем тот способ с помощью которого ты будешь чувствовать что я тебя люблю но это же так прекрасно когда кто-то дома да то есть варит обед кто-то моет полы а мы с тобой за ручку идем гулять по осеннему парку и шуршим листьями и и вот в этом контакте да в этой заинтересованности в другом человеке его внутреннем мире и есть проявление любви но какое огромное количество людей у нас вот с этим вот неразведенным до ощущением что если не заботится значит не любит жить с человеком у которого не разведены и любовь и забота конечно же очень очень трудно потому что если мама отказываясь да то есть от каких-то своих интересов там до полутора лет понимает что это временно и поэтому она с радостью все это делает понимая что ребенок вырастет и будет огромное количество вещей делать сам то уж если вы вступаете в отношения с взрослым человеком с неразведенным любовью и заботой вы понимаете что вы этого полутора годовалого ребенка вешаете себе на шею на всю оставшуюся жизнь здесь же очень важно не впасть в позицию жертвы и не начать делать для другого человека то что вы не любите то что вам доставляет дискомфорт но делать это для него он же тогда и никогда и не поймет что у него это не разведено если вы будете все время играть в эту игру а это вот вообще очень большая проблема да когда отношения в паре переходят да то есть из супружеских в родственные а у нас у всех на бессознательном уровне да то есть ну стоит запрет инцеста и вроде люблю души не чаю да все но сексуальных отношений нет потому что родственники и это же очень глубоко на бессознательном уровне да то есть человек же начинает на уровне логики объяснять себе ну совершенно другими вещами возраст гормоны влечения пропало там вокруг много молодых при том это неважно да то есть мужчина и женщина абсолютно одинаково мамы не спят со своими детьми да то есть и и папы не спят с дочками на начальном этапе да то есть это может быть очень ярким ощущением вот этого узнавания да помните мы говорили когда вот ты вспоминаешь вот этот рай внутриутробный вот этого абсолютного слияния но год-полтора это проходит подробно еще будем в подростковом возрасте говорить чем отличается любовь от влюбленности и как вообще строить взрослые отношения понятно что если вы любите человека у вас есть естественная потребность о нем заботиться но когда вы это делаете не из обязаловки да потому что вам просто хочется это делать и вам самому это доставляет удовольствие если это идет не в ущерб да то есть вашими интересами с вашим временем да то есть ну с вашими какими-то пристрастиями в том как вам хочется проводить свободное время но это все повод для разговоров двух взрослых людей и почему говорили о том как важно принимать психическую реальность другого человека потому что у нас у всех она абсолютно разная и вы никогда не будете знать что в голове у другого человека и я уже много лет на лекциях рассказываю пример из книжки моя знакомая живет в израиле она приехала как-то в отпуск и подарила мне книгу израильских семейных психотерапевтов а в израиле есть такая практика что там когда пара подает на развод их обязуют пройти 10 сеансов психотерапии которые оплачивает государство и процент разводов очень очень маленький потому что люди приходят на психотерапию и разбираются ну вот с источником конфликта и психотерапевты помогают ну просто людям да то есть увидеть психическую реальность другого человека то что мы все живем глубочайшей иллюзии и фантазии о том да что мы знаем что думает на другой человек что он чувствует на какие у него желания и вот пришла совсем молодая пара не недавно поженились но пришли уже в состоянии абсолютной ненависти друг другу и неспособности вообще услышать другого человека и когда начали раскручивать психотерапии всю эту ситуацию вышли на первичную понятно что потом как снежный ком там все это накапливается вышли на первичный конфликт что молодой человек из семьи в котором не было мужчин его воспитывала мама бабушка тетушка то есть вот он был единственный мальчик над которым все носились да все подавали попу вытирали значит и у них семье было принято что вот его мыли в ванной да то есть вытирали бросали полотенце на пол да и потом значит вешали его свежее полотенце то есть два раза одним полотенцем ребенка вытирать было нельзя а девочка из очень бедной семьи в которой очень много детей и у них было принято что висит полотенца все по очереди принимают ванну этим полотенцем вытирается первый человек вытерся поясино полотенце сушитель чтобы она подсохла до следующего человека но они стали жить вместе значит молодой человек при немает ванну вышел на счет бросил мы полотенце на пол оно заходит ой наверно полотенце упало с полотенopa сушителя поднимаю ты вешать на полотенцесушитель значит и вот начинается конфликт значит он ты меня значит не уважаешь ты не хочешь там за мной стирать она не может понять значит вообще в чем дело да потому что в ее реальности все это выглядит совсем по-другому она заботой о нем значит вешает это полотенце сушиться но и и и потом на это начинает накручиваться все остальное то есть когда у тебя уже есть фокус внимания до на то что тебя не любят не уважают не ценят ты начинаешь абсолютно во всех поступках видеть именно это и тогда ты уже не видишь то положительное что для тебя делается до весь свой фокус внимания направляешь на это и конечно начинаются бесконечные конфликты хотя казалось бы вот пришли люди к психотерапевту и окунулись свое детство вспомнили как было там и казалось бы выеденного яйца не стоит вообще эта ситуация поэтому надо разговаривать а то есть два взрослых человека всегда разговаривают а что это для тебя значит а как ты себя чувствуешь когда вот так а что я могу сделать до чтобы ты чувствовал по-другому но опять таки я говорю еще раз не впадая при этом жертву не принося себя до в жертву именно в жертву потому что есть еще такое прекрасное слово как служение да когда ты любишь человека и это и ты просто служишь потому что тебе это заставляет огромное удовольствие и в этом нет не униженности да в этом нет жертвенности но для этого очень важно знать что для близкого тебе человека ценно что для него важно что из этого что для него ценно ты можешь для него сделать а что не можешь но не не потому что да то есть ты его не любишь а ты объясняешь почему ты не можешь этого сделать до что в твоей системе ценности да то есть но это это невозможно потому что в твоей жизни еще есть ты сам и важно уделять время себе и своим интересам. И это постоянный диалог длиной во всю жизнь. Но истоки всего этого закладываются вот именно здесь. Именно здесь, когда мама всё это разводит. Потому что с человеком с неразведённым любовью и одобрением тоже бесконечно сложно общаться. Когда ты ему говоришь, что тебе не нравится то, что он сделал, он тоже это воспринимает как нелюбовь. И уходит очень много времени на то, чтобы показать, слушай, мое отношение к тебе вообще никак не поменялось. Я как тебя любила, так и люблю. Но мне просто эта ситуация не нравится. Она для меня совершенно недопустима. И это бесконечный разговор, разговор и разговор. И мы говорили о том, что ну вообще любовь, да, то есть она же именно в заинтересованности во внутреннем мире другого человека. А внутренний мир другого человека можно изучать бесконечно. Потому что человек развивается, растёт, его внутренний мир меняется. И когда говорят, что ну там вот невозможно пронести любовь через всю жизнь, да, то есть это вот нереально. это абсолютно реально. Абсолютно реально. Когда тебе интересен именно внутренний мир другого человека. В отношениях бесконечно можно изучать друг друга. и совместно развиваться в этом. И тогда близкий человек бесконечно интересен. Потому что он растёт и развивается. И вы вместе растёте и развиваются. Ты меняешься, он меняется. И этот интерес, он постоянный, он никуда не девается. Роль этого периода очень важна, потому что вообще вот это вот ощущение себя как того, кому не надо меняться для того, чтобы тебя любили. Это, ну вот, совершенно необыкновенное ощущение, когда ты понимаешь, да, с помощью того, как к тебе относились в этом возрасте, да, что ты можешь быть абсолютно любым. Абсолютно любым. Когда тебя любят всегда. И тебе ничего, абсолютно ничего не надо делать для того, чтобы тебя любили. И очень важно вот в этом возрасте заложить в ребёнке это ощущение. И тогда ему в жизни вообще ничего не страшно. Он понимает, что ошибок не существует. что выбор можно делать абсолютно любой. Что нет никакой катастрофы. И что самое главное, что меня никто не осудит и никто меня не отвергнет. И меня будут любить всегда при любых обстоятельствах. Зигмунд Фрейд вёл такое понятие, как травмотофилия. Любовь к травме. Он говорил о том, что всё, что не пережито, должно быть повторено. А что значит пережито? То есть обретён эмоциональный опыт. когда ситуации травматичные, то есть сепарация происходит с ребёнком на очень раннем возрасте, у него нет ещё возможности это самому прожить эмоционально. Мы же говорили, что мама является законным расширением эго ребёнка, и мама рассказывает ребёнку, что с ним происходит. Сейчас тебе холодно, сейчас ты голодненький, сейчас тебе грустно. А если нет вот этого эмоционального проживания, то есть травма уходит в бессознательное, в спящий режим. Но всё, что там в бессознательном, оно продолжает болеть, и оно требует вот этой вот разрядки эмоциональной, уже в конце концов прожить эмоционально. И тогда я в свою жизнь начинаю притягивать ситуации, в которых я проживу то же самое, то есть игнорирование, то есть какую-то там брошенность, нелюбимость, для того, чтобы рано или поздно прожить. И когда этих травматичных ситуаций копится очень много с детства, потом во взрослой жизни настолько ярко проявляется вот эта вот травма, то есть там ты встречаешься с человеком три дня, но ты уже навесил на него значит все свои ожидания, все свои потребности, и когда через три дня он перестаёт звонить, и ты ложишься и умираешь. Как будто вы прожили да, то есть долгую, счастливую, совместную жизнь, а вы три дня просто переписывались. Да, но и понятно, что эти слёзы, эта трагедия не по поводу этого молодого человека, да, то есть это все накопленные годами травмы, эмоционально не прожитые, да, то есть вот а тут последняя капля, и вот оно необычайной трагедией начинает сразу плескаться во все стороны. Важно, чтобы во все моменты, да, то есть разлуки с ребёнком, почему вот мы говорим об этом в этом возрасте, да, полтора-три года, ну, потому что в этом возрасте ребёнка очень часто начинают отдавать, да, то есть там, ну, ясли, в сад, няням, бабушкам отдавать, и ребёнок не может объяснить, почему это происходит, и детская психика, она же всё на свой счёт принимает, да, и считает, что во всём виноват я, а значит, я могу это исправить. И вот есть такое понятие, как зона комфорта. Зона комфорта это то количество тревоги, которое я могу выдержать в данной конкретной ситуации. И формируется эта зона комфорта, да, то есть она может и гораздо раньше формироваться, да, потому что могут быть уже и внутриутробные проблемы, когда там не хотели, там, размышляли, оставлять, не оставлять, да, это всё ребёнок помнит. Мы же говорили, да, то есть на первой лекции, что это единая система кровообращения, да, то есть гормоны-то поступают к ребёнку все, которые циркулируют в крови мамы, да, то есть если там стресс, то ребёнок тоже испытывает этот стресс. И сформировавшаяся зона комфорта от того, значит, какое количество тревоги я могу выдержать в данной конкретной ситуации. И вот для ребёнка осознать, что мама меня оставила, там, допустим, у бабушки, это, ну, миллион единиц тревоги, потому что если это решение приняла мама, да, то есть я с этим ничего не могу сделать. А вот я плохой, это всего сто единиц тревоги, потому что если меня оставили, потому что я плохой, то я с этим могу что-то сделать. И вот так вот формируется зона комфорта, да, меня оставляют, и мне проще подумать, что это со мной что-то не так, потому что это для меня в сотни раз меньшее количество тревоги, чем понять, что это из-за мамы, а значит, я с этим сделать ничего не могу. и формируется такая вот базовая установка «я плохой, любить меня нельзя». И я потом иду во взрослую жизнь вот с этой вот базовой установкой в своем бессознательном. «Я плохой, меня любить нельзя». Это минимальное количество тревоги для меня. И тогда, исходя из этой базовой установки, все люди в моей жизни делятся на тех, кто ко мне хорошо относится и на тех, кто ко мне относится либо плохо, либо нейтрально. И вот те, кто ко мне относится плохо или нейтрально, для меня бесконечно привлекательны, потому что в этот момент, когда меня игнорируют, отвергают, обесценивают, я попадаю в свою зону комфорта. Я плохой, любить меня нельзя. Все, что и требовалось доказать. А вот те, которые ко мне относятся хорошо, они для меня очень опасны и совершенно незнакомы. И я начинаю искать в них какие-то недостатки. А что это он ко мне хорошо относится? что-то хочет от меня. Это все не просто так. Что-то замыслил. И я начинаю искать. Потому что человеку с базовой установкой я плохой, любить меня нельзя. Поверить в то, что меня просто так можно любить ни за что совершенно невозможно. и тогда, когда ко мне хорошо относятся, даже если я не ищу какого-то подвоха, я все равно найду причину, почему я не могу ответить чувствами этому человеку. И они могут быть просто совершенно очень смешными. ботинки у него нечищенные, стрижка у него не такая, нос у него кривой. Ну, все что угодно, к чему я могу привязать вот эту свою внутреннюю появляющуюся тревогу от того, что кто-то на меня обратил внимание и ко мне относится хорошо. А вот эти просто безумные, безумно для меня привлекательные, просто безумно. И я начинаю оказывать им знаки внимания. Вот они на меня не реагируют, а я делаю им хорошие дела, помогаю, пирожки пеку. Вот классический фильм на эту тему самая обаятельная и привлекательная. То есть там есть парень, который ее любит, с которым она в теннис играет, который к ней хорошо относится. Но он не существует вообще в ее мире. Она просто его не видит и не рассматривает. А вот этот надменный, холодный, не обращающий на нее внимания, эгоист, и давайте его добиваться, ластики ему в бензине отмачивать, пирожки печь. И конечно же можно приложить очень много усилий. И кто-нибудь отсюда в конце концов подумает, вроде ничего, так любит меня, так любит, столько всего для меня делает, перейдет вот сюда. Но как только этот человек переходит в эту зону, уровень моей тревоги резко повышается, я выхожу из своей зоны комфорта, я начинаю что это вообще, где-то есть подвох, меня же любить нельзя, и тогда я проверочки начинаю устраивать, вот такую истерику закачу, будешь любить, а вот тут не выполню твое пожелание, будешь любить, а вот здесь что-нибудь делай, будешь любить, понятно, что любого человека, даже который начал испытывать симпатию такими проверками можно довести, и он возвращается сюда, но как только он вернулся сюда, он становится опять необыкновенно мне дорог и интересен, и опять начинаю его добиваться, есть большое количество пар, которые по этому кругу ходят бесконечно, и очень трудно что-то сделать, ну вот с этой сформировавшейся зоной комфорта и с этой базовой установкой, поэтому очень важно детям, когда вы их оставляете, отвозите к бабушкам, отдаете в детский садик, говорить о том, что это происходит не потому, что я тебя не люблю, это происходит не потому, что с тобой что-то не так, это происходит потому, потому что мне надо решить какие-то свои вопросы, чтобы вот эта установка не формировалась, потому что часто взрослые люди считают, что зачем полуторагдовалому ребенку объяснять, он же ничего не понимает, а дети прекрасно все понимают, и даже если сейчас вашим детям гораздо больше лет, то есть вы сейчас тоже можете это делать, говоря о том, что когда ты был совсем маленький, а я была студенткой, мне надо было сдавать сессию, мне пришлось отвезти тебя к бабушке, и ты тогда мог решить, что я тебя не люблю, что с тобой что-то не так, что тебя оставили навсегда, но это было не так, я тебя очень любила, то есть это просто так сложились обстоятельства, что была необходимость, то есть вы разрываете вот эту вот установку и выводите ребенка из этой зоны комфорта, если вы извиняетесь, то ребенок всегда будет требовать компенсации, раз виновата, значит, тогда сейчас отвечай, а если вы говорите, что мне больно, это я сделать с этим ничего не могу, все, это уже в прошлом, да, было так, вы признаете эту реальность, она была такой, я это делала, да, то есть не потому, что тебя не любила, а потому, что не справлялась, мне было плохо, мне было больно, я не справлялась, и мне было проще, да, то есть эту боль кому-то причинить, нежели самой ее испытывать. Книжку я вам рекомендовала, да, рекомендовала «Маленький тиран», да, «Ирина Прекоп» или «Как дети манипулируют родителями». Вот Ирина Прекоп, она автор так называемой терапии удержания, она работает с родителями, с детьми, с очень серьезными нарушениями, в которых внутри очень много агрессии. И вот, да, то есть, понятно, 13 лет него очень трудно удерживать, то есть у него внутри на эту ситуацию столько боли и столько агрессии, ему надо дать позволить выразить эту агрессию. И ваша задача просто ему показывать, я люблю тебя просто так, ты можешь на меня злиться, и я люблю тебя, когда ты злишься на меня, и принимать эту злость, и даже помочь ему как-то, физически эту злость выразить, то есть вот Ирина Прекоп она проводит тренинги для родителей, помогая родителям, да, то есть вступать в такой контакт с ребенком, в котором ребенок начинает выражать агрессию, а задача родителей эту агрессию принимать, а терапевты поддерживают родителей, да, чтобы родители не развалились и могли принять всю эту агрессию. Так вот, сформированное объектное постоянство, оно может быть разным, да, но может быть очень слабым, да, то есть объектное постоянство характеризуется тем, какое количество агрессии я способен выдержать до того, как я впаду в расщепленное состояние, да, то есть оно может быть побольше, оно может быть еще больше, есть ли норма, да, то есть абсолютного совпадения, ну, все равно не существует, все равно будет то количество, да, то есть, ну, вот тревоги, агрессии, притом тревога и агрессия могут быть как внешними, так и внутренними, да, то есть вот сейчас те процессы, которые происходят, да, то есть в нашем обществе, они вгоняют людей в такое количество тревоги, что рушится вот это вот объектное постояльство, почему мы видим такое количество агрессии, это огромное количество расщепившихся людей, а человек, если расщепился, да, мы же говорили, мне плохо, и весь мир плохой, и я тогда начинаю какашками в этот мир бросаться, и вот эти вот все, да, то есть там посты, выступления, демонстрации, да, то есть это просто, ну, реакция развалившихся людей, и есть одно явление, с помощью которого мы можем увидеть, насколько стойкое объектное постоянство, да, то есть у ребенка или взрослого человека, то есть в состоянии, когда объектного постоянства нет вообще, да, то есть я живу вообще просто вот с ощущением, ну, если мне хорошо, мир хороший, если мне плохо, мир плохой, я вообще не разбираюсь с этим, да, и в таком состоянии, допустим, если в меня летит какая-то агрессия, да, агрессией может быть все, что угодно, да, то есть, ну, жена сказала, приди, пожалуйста, пораньше с работы, вот в меня летит агрессия, и я разваливаюсь на две части, я в этот момент ситуацию не анализирую, то есть мне в лоб, и я в ответ сразу же в лоб, мне в глаз, я в глаз, да, люди расщепленные с отсутствующим объектным постоянством, они не обижаются, потому что они на любую агрессию сразу же выдают ответную агрессию. Если у меня есть хоть малейшее объектное постоянство, и в меня летит агрессия, и я понимаю, что я сейчас развалюсь, потому что она, когда у меня прилетело, мое объектное постоянство стало еще меньше, и я понимаю, что сейчас еще одна бомбардировка, и я расщеплюсь, и тогда я обиделась, я обиделась, и я не хочу с тобой разговаривать. То есть, получается, у обиды есть две очень важные функции. По сути дела, обида служит защитой отношений, потому что если я не обижусь, а ты еще что-то мне скажешь, я расщеплюсь, и тогда тебе мало не покажется, да, то есть, я тогда выдам тебе ответную агрессию, и тогда получается, что обида защищает отношения, и обида защищает объект от моей агрессии. То есть, я на тебя обиделась, чтобы тебя не убить. Чем выше уровень объектного постоятоства, да, ну, то есть, тем большее количество агрессии я могу выдержать, пока не расщеплюсь, да, но рано или поздно я все равно обижусь, чтобы защитить тебя и защитить наши отношения. И это как, ну, два шарика, знаете, такие эти, вот, намагниченные, да, чем больше было объектное постоянство, тем меньше мне нужно времени для того, чтобы опять соединиться, прийти в себя и, да, то есть, понимая, что убивать тебя я уже не собираюсь, вступить с тобой в диалог. Чем меньше уровень объектного постоянства, тем дольше длится обида. И есть люди, которым надо 15 минут сказать, так, все, стоп, да, я сейчас больше не могу разговаривать, уйти в комнату, посидеть, прийти в себя и выйти, да, начать диалог. А есть люди, которые молчат неделями, а есть месяцами, а есть семьи, в которых годами не разговаривают друг с другом. И вот тогда получается, да, если в нормального человека, да, тут надо, ну, запустить очень много всего, да, чтобы наконец-то его вывести из этого состояния, ну, практически невозможно. То есть, получается, что человек не обижается в двух ситуациях. Либо когда у него вообще нет объектного постоянства, либо у меня стойкое объектное постоянство. И тогда вот по тому обидчивый человек или не обидчивый человек, и сколько длится обида, то есть, сколько ему времени надо, чтобы опять войти, да, то есть, в нормальное состояние, вы можете оценивать, да, то есть, насколько сильное, да, то есть, у человека это объектное постоянство. Есть еще люди, которым в детстве не разрешали обижаться, которым говорили, там, на обиженных воду возят, да, и тогда я не обижаюсь, но я коплю, я все помню, да, да, я не злопамятная, я просто злой, у меня хорошая память, и тогда я не обижаюсь, но я хожу и в рюкзачок складываю, все, а потом в нужный момент, когда ты у меня что-то попросил, да, я говорю, да, а ты мне обещал в отпуск возить каждый год, а когда вот мы планировали ребенка, ты сказал, что ты будешь его из садика забирать, а вот когда мы брали собаку, ты говорил, что ты с ней будешь гулять, и начинаю пулять вот этими камешками, которые я у себя там за спиной в рюкзачке носила, для чего? Я не обидчивая, я сделаю так, что он обидится, и тогда получается, мне пулять оттуда надо столько, насколько у него стойкое объектное постоянство, пока он не развалился и не сказал, все, дорогая, хватит, на сегодня хватит, разговаривать мы больше не будем, я обиделся. Такой механизм тоже очень часто встречается. Расстраиваться или не расстраиваться, это выбор человека, никого невозможно расстроиться, опять-таки тоже не берите вину на себя, то есть у любого человека есть право реагировать так, обидеть невозможно, можно только обидеться, то есть расстроить невозможно, можно только расстроится человек так отреагировал у него есть право вы не виноваты вы не говорите извини я хочу чтобы у нас были с тобой хорошие отношения не ценно очень наш контакт нашего взаимодействия ну мне больно от того что я вижу как ты сейчас расстроен чем я могу тебе помочь то есть вы вызывает все время человека да то есть не давая оценку не своих действий не его действия говоря только о желаемом результате и о ценности этого человека в вашей жизни и вашего контакта опять всегда помните проговоренная потребность является удовлетворенной только в младенчество вы непосредственно удовлетворяете потребность любая другая потребность проговаривается я вижу что тебе очень бы хотелось чтобы я сделала то-то и то-то и если это для тебя важно я сделаю это для тебя а если для вас это неприемлемо вы говорите но я делаю это не делаю это не потому что я тебя не люблю а потому что для меня это неприемлемо ну то есть это это постоянный диалог нелегкие ну выстроить отношения с человеком с отсутствующим объектным постоянством очень тяжело очень и тогда вы должны понять в чем ценность для вас этих отношений я всегда вам помощь приходите будем диалоги выстраивать это была лекция откуда берутся взрослые психоаналитика алены ореховой которую она выпускает вместе с битрикс 24 подписывайтесь на наш канал задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции